Книги Таня, глава первая. Мы сегодня заканчиваем первой главе. И если, даст Бог, у нас останется время, начнем второй главе. Но пока мы не закончили первой главе, у нас осталась очень-очень важная часть в его учении этой главе. Для того, чтобы будем его понять, я бы хотел начинать с вступлением. Цель сотворения мира, главный цель сотворения мира, включается в том, что человек, несмотря за наш мир, несмотря за то, что наш мир не выражает присутствие Творцу, не выражая присутствие духовности, человек должен к этому дойти через свои мысли, через веру. Автоматично оно не выражается такое, да? Будет, первый, достичь веры в Бога. Во-вторых, будет выполнять задача дана ему. Каждый человек при рождении получает задачу, которую он должен выполнять при жизни. И каждый отвечает за выполненные задачи при его жизни. И если не получается ему выполнять задачи, даже если он был очень правильный человек, известно в Каббале, что он будет повторять жизни в другой телесный вид и еще раз, и еще раз, и еще раз, пока не выполнится данная душа и ее обязательства перед Всевышним. Это повторение является, конечно, в еврейских божественных душ и является у евреев. Есть многочисленные к этому доказательства в Талмуде определенные роды, которые вернулись в телесные жизни для выполнения определенных задач. По задаче дано человеку, человек получает от Творцу всенужную ему силу до выполнения. Не больше, но не меньше. Поэтому мудрецов говорят нам, утверждают, что человек не может рассказывать отмазку, что он не выполнил, потому что у него не было достаточно сил. «Лефум цааро аго» Сколько страдает, так будет на вознаграждение. И сколько у тебя трудностей, столько и у тебя сил. Не больше и не меньше. Также у каждого человека есть определенная задача. Какая задача? К сожалению, нам не сказали. К этому есть несколько советов у мудрецов, у вожатых в каждое поколение, главе поколения, или мудрецов вообще в Тальмуде, или в Мишне, или равынов по всех поколениях затруднялись помочь нам знать, какая задача перед нами стоит. Но одна из самых ярких объяснений, которые написаны в Хасидут, говорит о том, что где тебе трудно, там и твоя задача. Где тебе трудно добывать результат? Имейте в виду, это твоя задача. Поэтому тебе трудно. Где тебе легко, хорошо. Но где тебе тяжело, там, наверное, твоя задача в мире. Почему тяжело? Потому что вся животная душа, с ее помощью клепот, прям концентрируется внимание, ставит очень много испытаний, те, что тебе стали трудно. И ты будешь переудалить, и все равно выполнять. И это не касается только евреев. Разница между евреем и неевреем в том, что евреев начинается совершенно с другой старт. Они стартуют, пробег, приложение совершенно в другую точку. У евреев при рождении уже перегрузили ему 613 заповедей. Из них 248 обязательства и 365 запретов. Это старт. И поскольку, что у него такая серьезная нагрузка, естественно, дали ему все усилия этого выполнять. Для этого евреи предназначена особенная подготовленная душа, то, что называется божественная душа, которая должна помогать ему это выполнять. Иначе он бы не выполнил. У нее и евреев повезло. У них всего лишь 7 заповедей. Не больше. Тот, что называется 7 заповедей Ноаха. И они общечеловеческие заповеди верят в единое Богом, назначат судья и слушат их, запреты о определенном количестве женщин, которые запрещено с ними иметь личное отношение. Мама, сестра, дочь. Вот простые, элементарные. Не убить, не есть живое животное. Всем заповеди. Очень простые. И поскольку, что они общечеловеческие, поэтому им предназначено особенное для этого усилие. Какая? Это называется Дмут Адам. Вы человек. Бы человек. Они сотворенные Всевышней людьми. Другим словами, у них есть разум. Во отличие от любого другого существования в нашей планете, у них есть человеческий сильный магуческий разум. И поэтому у них есть свободный выбор, как у нас. У нас просто очень обширный, очень тяжелый. У них не так тяжелый. Разница какая. Они будут судиться, их будут судиться за невыполнение их всем заповедям. По всем строгости, как нас. Только у нас 613, а у них 7. И поскольку, что это общечеловеческий порядок, им не нужна для выполнения задачи тот, что называется Божественная Душа. Это дополнительная Душа. Почему я это говорю? Потому что много пользуются следующие слова, извините за выражение, я скажу это очень жестко, приносит разный бред. И мне это важно, что вы поймете, что это не есть уважение по отношению с какой-либо человек, не дай Бог. Человек сотворен в совершенной. Это означает, что для их выполнения задачи не нужны другие усилия. Для еврея для того, что он смог вытащить себе из болота и держать себе на 365 запретов и 248 обязательств нужны двух вещей. Первый облегченная животная душа. Животная душа, которой ее источник является клепат много. Клепа, мы уже говорили в разных уроках, но если скажем так, это тех ангелы, которые должны, это их задача, ослепить нас и давать нам неуверенности в существовании Творцу. Сеет в нас сомнения и испытания. Но поскольку у нас задача неимоверно тяжелая, поэтому нам дали, если можно в кавичках говорить, поблажка, облегченную вид животной души, которая в ней, в этого животная душа сияна изначально, вид сомнений в эго. Что это значит облегченное? В чем она облегченная? Она милосердная. Что это значит милосердная? Она в натуре хочет делиться с кем-то. То есть у нее есть облегчение в самой эго. Скромность. Что это значит скромность? Почему я должен стесняться в чем-то, которое я совершил? Или в мой организм? Чего я должен стесняться? Того, что я стесняюсь, это означает, что у меня видо облегчение в самой эго. Я не настолько эгоистично чувствовать, что я совершенен. Не совершенен. Я не считаю, что я должен всем рассказать, кто я такой. так же мы будем учиться во втором главе. Мы получаем особая душа, которая может нас тянуть, тянуть сильно для того, что мы будем реально быть осторожны и не будем нарушать 613 заповедей положительной и запрещающей. А им это не надо. Им просто это не надо. Поэтому вид животная душа у неевреев будет исходить из трех других клепот. У них будет сложнее быть правильным. Для того, чтобы быть милосердием, который является частью их заповеди, им придется тяжело работать над собой. Потому что это одна из задач, которая предстоит перед ними. И они должны преодолеть их нежелание быть милосердием. напротив у них будет и есть человеческий разум для того, что заставит себя быть милосердием. У них не будет в натуру желания быть скромной. Нет, не будет. Но у них есть человеческий разум и обязательство стать скромной. это их испытание. У них другое, чем у нас. Поэтому у них будет животная душа жестче, чем у нас, но человеческий разум, который соответствует задачам, которые перестают перед ними. Теперь, после того, что я это сказал, давай почитаем. Машенька, в отличие от животной души, которой мы учили в прошлого урока, который даны евреями, нефашот умы с эвди гилулием, души, животные души, принадлежавшие не евреями, хэн мишар клепес атмеяс, они исходят из других видов клепот. в шэээн бээм той в клал и в них низаложэн на облегчэн яй, в них нет добро сээн в них, ани нилогки, ани тяжолэй. Кмэшэкосов бэц, Как написано это в Кабале. И как это написано? Вехол тиву, де авдин хоумейс эвдегилулим, любое добро, которое делают, совершают, неевреи, без, без, я подчеркиваю, без того, что они за это хорошо трудились и очищали себе. Тот, который идет по инерции, без того, что они трудились над этим. Они будут это выполнять ради себя. То есть им говорят, вы будете совершить добро, если вы не будете воспитывать себя, как в человеческий разум, в дму с одом, в образ человека. Когда вы будете совершить добро, он будет эгоистично. Почему? Такая у вас животная душа. Такая у вас душа. Когда Иисаба Гимора, как написано, то же в Талмудах, он на пасок в хасад лоумим хатат, что бывает, что миласердье являет цагрих, что кольц доково хасад, любая миласердье и добро, что умы и с эвдегинули мысим, которые делают, они, они только для того, чтобы хвастаться. Еще раз подчеркиваю. Это их испытание. Это не означает, что они не могут преодолеть это. Это их задача. Мы получаем фуру. Это у нас не проблема. Но у нас, помимо этого, 613 заповедей перебороть. Поэтому это нам экономили. А у них другая задача. Для того, чтобы стать правильными, они должны перебороть своих эгоизм через человеческий образ, через разум человеческий, который должен воспитывать их животная душа. Надеюсь, что это понятно. Понятно? Замечательно. Теперь, после того, что мы закончили первой главе в Тане, который вначале мы задали вопросом, касающийся кладва, который божественная душа должна давать перед Богом, перед Творцу, перед спуском в материальной жизни. И после того, что мы познакомились с пяти уровнями среди людей, два вида в Рожа, в Игрешной, два вида в Праведник, в Цадик, и уровень Бейнони, мы после этого познакомились, кто такая животная душа. Кто она такая? Она исходит из животной души, из клепа много, из клепа названа много, смешанное добро и зло. Добро – это просто самое ослабление эго. В этом концентрируется ее добро. Она ослабленная. Но, тем не менее, она устроена из разных тягу к наслаждению мира. Будь это спирчивость, будь это ленивость, будь это неутомительное желание к получению наслаждения, будь это просто болтовня. Это все истекает от характера, который имеет индивидуально каждого по отдельности животная душа. Теперь, после того, что Ребя нам познакомил с первой душой, которую мы встречаем в жизни, при рождении, Ребя говорит, хорошо, мы поняли, это тот душа, которая рождалась с нами при выходе из нашей матери. Теперь познакомимся и глубоко познакомимся с Божественной душой. Вторая глава. Венейфе шашейнис бейсроэл. Вторая душа, принадлежавшей рожденной евреи. Вторая, потому что она приходит. Вторая. Она начинает ее путь в соединении с нами, с обрезания на восьмой день. Дальше укрепляет ее связь с нами до бармитсву, до 13 лет у мужчины, и батмитсва 12 лет у женщины. И обязательства, которые наказуемые, появляются у мужчины и женщины в одно и того же возраст, 21 год. Тогда она совершает ее уединение с нами. Женщины когда-то родные. При рождении, они раньше нас. Да, в первой. Да. Ну, есть такие понимания, что у женщины они происходят, когда в Тору вызывают отца и заявляют о ее имя, то тогда она начинается уже уединиться с ней. То есть, это ваша божественная, вторая душа у евреев, и какая она, если характеризуем ее простыми словами, хелек, хелек, элойка, мимал, мамеш. Хелек, элойка, мимал, мамеш. Четыре слова. Часть. Хелек, часть. Берите хлеб, отразайте кусок, часть. То есть, что это говорит нам? Что это самое вот этого существования. То есть, кусок из самого хлеба. Кусок из самого что? Элойка. Творцу. Кусок. Творец. Это очень серьезное слово. Кусок Творец. Часть Творца. Мимал. И сама. А какой часть Творца? Можно Творца, Мира Целут. То есть, не самой. Да? Аура. Вот, святость. Мимал. И самого высота. Самая высота. Мамаш. Это не мамаш, это как бы четко. То есть, это не преувеличение, не окрасило нам вот ее положение. Вот она такая. Какая это душа, которая была дана нам, кусок Творцу, самого верхнего куска Творца. Четко. Вот так. Вот как есть. Теперь надо знать откуда Ребе это взял. Он говорит, как написано. «Когда Всевышний сотворил первый человек на земле, ваипах беапов нишмасхай и вдохнул в него душа». Что есть Всевышний? Говорит, что я вдохнул. Ну и что? Ну а птицы что? Животные, которые рождали до того. В чем разница? Очень просто. Вдохнул, нигде не написано. Что написано? Сказал Всевышний, говорил Всевышний, хотел Всевышний, но вдохнул, такое выражение, вдохнул в него не написано. Это что-то означает. Как это означает? Кмошекосов Базоев, как написано в книге Зоа. «Манденофах митойхенофах». Человек, который вдохнул, когда мы говорим, что он вдохнул, что это означает? Что он взял внутреннюю силу и вдохнул это. Ну, например, когда я разговариваю, я могу говорить долго. Что устает, когда я говорю? Ну, вообще не устает. Меня, я привык, могу говорить долго, бесконечно. А дайте мне шарик набывать. Сколько времени я выдержусь? Под несколько секунд. Главокружение пойдет. то есть, для того, что говорить, я пользуюсь, сколько усилия из моих логких, ну, минимально, поверхностно. Поэтому могу говорить долго. Мне нужно набирать энергию, набирать воздух, а потом ее вдохнуть. Ну, очень-очень слабо. Мне не надо стараться. Оно идет так. А когда я хочу вдохнуть, вдувать какое-то что-нибудь, я вынужден пользоваться вот очень много усилия моей логики и вдохнуть. Поэтому я устаю быстро. Когда Всевышний говорит, что он вдохнул в Адам душа в отличие от все предыдущие сотворения, которые были речей, это означает, что он взял что-то от внутри себя. Это же образец притча такая. У него нет рот, что он вдохнул. У него нет логики, который вдохает. Это определенное описание. Поймите, с какого места взятая ваша душевная жизнь. Откуда? От глубоко. От глубины Бога. Не поверхностно. Пирош, метухиюсой, упнемиюсой. Значит, изнутри и из глубины. Шатихиюсу, упнемиюс, ахай шабу, одом. Когда человек хочет вдохнуть из глубины своего дыхания, моется, бенефих особик, он должен воспользоваться сил дыхания. Во отличие от другого. То есть, мы поняли. Первый. Корен божественная душа дана Адама при сотворении часть Всевышней. Какой часть Всевышней? Самого вверх часть Бога? И какого части? Поверхностной или глубины? Глубина? Вот это первый источник. Что это точно? Для этого есть очень много в Кабале описания, и в Хасидуд описания. Это отдельная тема. Но первое, что мы должны знать, что божественная душа приходит откуда? от часть Всевышнему из его глубина и не поверхностная. Спрашиваете вы, наверное, хорошо? Это кто получил? Этого душа кто получил? Да, не еврей. Вроде беда. Почему мы называем это божественная душа, еврейская душа? Кто нам дал такое право? А что у Хевел и Каин? Они получили этого душа или не получили? Ну да, одни же стоят. А тогда вот нам и Каин. А потом все потомки до Авраама потом решили все хватит только сыновья Авраама или как? А Ишмаэль у него была божественная душа? А? Уже нет, да? То есть он уже не из человека, не из Адама, да? Как это происходило? Поняли вопрос? Ну вопрос очень простой. Человек какой человек? Адам первый сотворенный человек на земле вдохнули душа. А потом что было? Мы уже учили, что есть животное душа. Животное душа естественно у всех есть. Понятно, что человеческий разум у всех есть. Это даже без вопросов, да? Божественная душа это дополнение. Как мы говорили, она дана для определенного выполнения и предназначения. Она не дает просто так. Адам, первый человек на земле, рассказано в Зогар, в Кабале, что он был совершенный человек. Самый высокий человек, который когда-то был на нашей земле. Первый его тело было сотворено Всевышнему. Животная душа была дана ему прямо по контролю Всевышнему. Наверное, поэтому у него было так сложно жить. Такая крепкая животная душа была у него. и человече, и божественная душа была дана ему. Полная полность душа. Нашей душой это часть душа Адама. Этого душа Адама была разделена, так написано, «Нашищим рыбок» 600 тысяч частей души, которые тоже разделены на много-много частей, и они были даны разные люди. Какие разные люди? Я спросил этот вопрос моего учителя, Рабзалмин Гопин, который сказал, что это принятое знание Кабалу, классическая Кабала, из поколения в поколение до конец времен, до начала времен. Что это и есть выражение того, что мы читали, «Увидел Всевышний в праведнике, что они мало по этому селих в каждом поколении. До того, что был избран Аврагам, после него был избран Ицхака, после него был избран Яков и его сыновья, божественная душа была дана по божественному желанию. У Хевел была божественная душа, у Каи нет, так написано, нет, не было. У Лемех, который написанный о нем, в Тору, была божественная душа, у других не было. У Шем Синоаха была божественная душа, у Ефет и Хам не была божественная душа, у Ноах была божественная душа, у Немрод, король, который с ним воевал, Аврагам, не была божественная душа, естественно, у Авраам была божественная душа, у Лот, племянник Авраам, не была божественная душа, у рожденного первого сына Аврагам, то есть Ишмаэль, не была божественная душа. У его сына Ицхак была божественная душа. Потом произошло, и мы будем учить это дальше, в 18 главе, потом произошло совершенно другое. И заслуги перед Всевышним, которые подвиги, которые Авраам сделал, он получил обещание в союз Бейнабетарим, что он будет давать в наследство своих сыновья этого душа. Все. Кстати, Гер, человек, который принял Геор, причина того, что его тянуло стать Гер, стать евреем, была волой Всевышнему давать ему с рождением божественная душа, и она просто его тянула. Поэтому он произносит благословение «Шелой Асани Гой», что не сотворил меня ни евреи. А, он был сотворил, ни евреи? Нет, не сотворил. У него была божественная душа. Не был такой. Он был еврей из самого рождения. Поэтому он может говорить о том, что Всевышний вывел нас из Египта. Хотя, при чем он? Потому что его божественная душа была в Египет. И он может это сказать. И он может сказать, что Всевышний даровал нам Тору. Нам, потому что у него есть божественная душа. Ну, хорошо. Дальше. Следующий шаг Попытаться понять Конкретно С какого Часть Богом Творцу Выходит это в душу. Как алденахмашал? Также мы находим Сравнение Притча, если хотите так сказать. Нешамес Исраэль Души Израильского народа Алубе Махшава Они были подняты Фуа Мисли Всевышнему Кедихсив Откуда мы это знаем? Бни Бехойри Исраэль Син мой Первенец Исраэля Что это означает? Син Когда у человека есть ребенок Где находится его ребенок? Самая глубокая часть его жизни Он прям вот Внутри него Бехойри Первенец Той ребенок Который Первый Вишен Первый Вообще Думали То есть Когда говорит Когда говорят Мудрецов Что душа Исраэль Была поднята В мысли Всевышней И объясняют Это Словами Бни Син мой Первенец Исраэль Это означает Что корень Этого душа В первенство И на уровень Ребенок Поэтому написано Синовья вы К нашим Богам То есть Пируш Значит Кому Иша Бен Имшах Мой Их Как Син Виходит Из Мозг Разум И Ву Отца Ках Некив Йохел Так же Кабута Нишмас Коль Исраэль Душа Каждого Яврея Ним Шахом Им Ахшав Теб Рухмос Исбор Она Виходит Из Мисли И Разума Всевышнему Дальше Когда Мы Говорим Разум Всевышний Мы Можем Говорить Разум Всевышний Это Даже Уже Не так Высоко Разум Хохму Что Такое Хохму Это Уже Медот Это Уже В Мир Ацелут Мы Встречаем Такой Это Уже Определённый Образ Говорит Ребе Нининет Мы Говорим Адругой Вид Восприятия Разум Де И Ухаким Велой Бхохмо Едио Он Мудрец Ини Визвест На Нам Мудрец Эля Ху Вхохмо Су Ехот Мы Говорим Амудрец Катуры Адна Створца Как Говорил Рамбам Можем Косов Рамбам Ше Ху Амеда Ве Ху Айдея Ве Ху Айдуа Для того Что нам Будет Понятно Насколько Этого Мудрость Это не Просто Мудрость Когда Мы Питаемся Что-то Понять Наш Разум Это Кто Это Мы Того Что Он Питается Понять Это Кто Не Мы Это Другой Да И Знание Которое Порождает Стричь Наш Разум Выше Которое Мы Понимаем И Теперь Знание Это Третье Правда Объясню Я Я Учусь Математика Мой Разум Встречает Впервых Один Плюс Один Один Плюс Один Это Не Я Понимание Что Один Плюс Один Это Два Это Уже Третье Это Уже Достигаемое Восприятие Правда Поняли Или Потаряли Меня А Не Достигаемое А Мы Дойдем Мы Еще Не Дошли Это Бесконечность Но Мы Дошли Не Дошли Ну Потихоньку Давай По-простому Давай По-простому У Меня Есть Машина Я Ее Понимаю Я Не Инженер Я Не Знаю Машину То есть Если Я Хочу Понять Машину Мне Нужно Учить То есть Есть Я Есть Машина И Есть Знания Это Три Разные Виши Правда Представляете Рамбам Объясняет Что Означает Мудрость У Всевышнему Сколько Что Все Все Едино Всевышний Один Он И Субъект Понимания И Знания Одно Как будто Мы бы сказали Что я И моя Машина И знания Про машину Это Одно И Выше Я Пытаюсь Понять Что Это Означает У Амада Он Знания У Ая Дуа Он Понимания И он Айуде И он Сам Знаток У нас Это Три Виши А у Него Это Один Говорит Урока Который Был Не Так Лог Гэб Хотел Нам Первый Показать Корень Нашей Душой Первый Что Эта Часть Самого Всевышнего От Глубинная Часть Всевышней Вдохнул И Этого Глубинная Часть Всевышней Дали Нам На Уровень Мудрость Божественную Которая Недостигаемая Нам Понять В Нас Каждого Из Обязующихся Ивреев Перед Всевышним Следующий Урок Будем Учить Как Оно Она То есть Душа Божественная Душа Реализуется В нашей Жизни